и вновь привет друзья с вами сэндсэм мы продолжаем проходить обзум и так поплыли дальше мы сейчас 4 по сути части этой игры 4 главе если хотите и пока напомню что приходит происходило в предыдущих нельзя потому что нужно ну как бы игра не про сюжет как таковой который можно просто писать двух словах поэтому продолжаем плыть дальше а все кому интересно или кто забыл содержание предыдущей серии могут посмотреть его ссылочка о какой кит ссылочка то будет в описании а ясно так а зачем нас интересно сюда занесло ну то есть мы плывем вместе чем плагуния друзья плывет игра за меня плывет то есть мы видим много китов очень много китов у одного из них просто офигеть вау и на встречу нам плывут горбатые киты какие-то так ну кей да картинка конечно выглядит весьма завораживающий и ах ты ж я на секундочку подумал что эта штука может меня проглотить ой но вот этот плохо сейчас было конечно рыбки проплыли через текстурки кита зеленый и так здорово по всей зеленой если не ошибаюсь вот эти киты не едят так рыбу они едят криле но не так что эти кончики пошли но вот таким вот большим движениями заглатываются лутоны рыбы потому что они не принципе вообще ее не способны кушать но может быть я ошибаюсь поэтому это и какие-то мины определенно друзья к ним подъезжать не стоит вот прям не стоит не стоит я чувствую что это мне аукнется так давайте-ка посмотрим какая здесь мрачная атмосферка на самом деле и акула на домовой ну и ладно так теперь нужно как все это сверху там у нас тоже мина или как музыка про они сверху нас акула нам не показалось музыка пропала стала такая давить тишина абсолютный с небольшим фоном и подпись к ним этих мин ну крипово смотрится глаза акул я не знаю прядь ли не в жизни тоже так же светится но странный не хочется проверить что будет если вдруг они взорвутся но все таки как-то это неправильным взгляд лезь к так но у какой-то кабель здоровенный друзья куда-то идет посмотрите морской черт естественно как эта штука выглядит ой какая прикольная штука это рыба удейщик вообще-то по-моему называется морской черт разве необычно так ну хорошо давайте подплывем к этой штуке явно не хотели мне запускать лучше столько мин на на восходе стоит я почему они погасли почему они все упали а я включил один из двух кабелей очевидно чтобы можно было поплыть ну и по второму счету прям уже от двери плохо к тому же был бы друзей здесь найти нам все ракушки но все мы не найдем точно потому что нужно будет сильно сильно оплывать уже прям совсем все щели как я говорил при первом прохождении делать это совершенно не хочется дайте-ка просто посмотрим так что здесь может быть можно найти вот я не знаю если смысл быть туда можем ли в общем это сделать в эту маркату непроглядную и надеюсь что ракушки если здесь есть то они бы светились на очень большом расстоянии так тесно а мы можем готову просто уплыть слишком далеко или на все-таки уплывет в потолок она сплывет в потолок невидимый нас как бы тянется тянет наш поводок мы не можем увидеть ясно что ж принципе это разумная мера потому что иначе в такой свободной игре можно было бы уплыть куда хочешь то было бы очень очень опасно для игрока у был все и назад уже не вернешься так ну что ж друзья давайте тогда по кабелю по кабелю пойдем не думал здесь посмотреть о кушке но что ты пока не видно ну достаточно жутковато здесь хотя игра как-то не настраивает на чувство опасности не считая что тебя могут съесть зарвать убить там еще что-нибудь просто плывешь медитируешь себе потихонечку какие прикольные рыбки стайки полу медленно так причем слишком уж одинаково смысле когда соседний косяк проплывал тоже было так проплываем проплывали вот еще можно открыть у нас один вид рыбок каких-то посмотрим что тут у нас там томом через там аптерис это вообще что это не рыбок это что-то другого типа так ну все понятно сейчас они перестанут донимать эти штуки так как мы активировали давить и не подключились и и так себе на самом деле впилились в грунт если пусть какой-то эффект того что не падают был бы приятнее так друзья ну что ж мы акулу попула окей мы открыли ворота все-таки опять по тому же принципу как мы открывали до этого ворота двумя большими такими цепями если мы сделали то же самое только ну опять таки повторюсь еще распределись тоже говорю джорни своими загадками скажем так мне понравилось больше больше ой 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 я по ясно я узнал теперь что эта штука для меня сделает и сейчас хочу спросить а что она сделает то есть она меня просто рахнула током я на секундочку перестал функционировать и собственно что случилось то все на этом вроде бы все так ну одна ракушка очевидно вот она да должна прям просит эта штука заплыви на меня если будто сдох какой то большой кит я не знаю что типа того но очень непонятно как так получилось что так одна ракушка у нас есть друзья еще где то две должно быть но опять таки наверное еще в более зашлых местах и мы их сейчас уже не найдем проплыли дальше друзья так здесь наверно если пару раз мне шахнет я могу все таки умереть хотя опять таки где здесь чекпоин будет никакой отметки будет по чекпоинте не бывает только в начале раунда что ли ну не будем искусать судьбу друзья поплывем дальше так все ускоряемся и плывем ускорение использую не часто потому что но как-то спешить в игре которая всего занимает там 2-3 часа прохождения ой что-то бахнуло надо аккуратненько смотреть вот это вот и потолок и стенки мало ли будут там какая-нибудь пещерка куда можно будет ухты ухты как акулу закоротила а я могу тебе помочь я настолько мощный что могу приподнять вот такую штуку ну я крут конечно а то есть она ясно теперь теперь совершенно я могу избавиться от всякого чувства страха там жути и так далее когда просто мрачнее так и так далее акулки пола потому что они со мной не враждуют так или иначе они просто на меня не нападают ну да ладно хорошо вообще интересно кто я так вот так вот здесь все то есть они сделали такой потолок и не запихали туда ни одного ладно просто прям просится заплыть туда наверх и достать эту такую окошку но нет так нет вот планы дальше друзья поспо аркушка хорошо вторая еще одну найти вот было бы круто конечно но посмотрим что это г нет что это горбатые киты как раз таки почему что то из китов горбатые это 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 все что я знаю о китах на самом то деле но это выглядит круто впечатляюще что не скажешь так здесь вопрос ну ладно нам тоже следует последовать за ними а там большая каракатица какая-то друзья есть гигантская просто что-то на спута похоже вау я стремался бы к ним подплыть раньше но сейчас чуть мое сердце что они мне не угрожают давайте попробуем какая классная штука а что он так переводится интересно это нормально мол так и должно быть о я могу плыть вместе с ним это кракен открытое достижение даже вряд ли эта штука называется кракеном на самом деле ракушка друзья и их а нашлась давайте посмотрим что это за кит это кашалот вот точно кашалоты есть горбатые киты а есть кашалоты как же я могу забыть то стыд ты срам ну ладно я думаю вряд ли сразу хотя кто сразу узнал всех типов китов которые мы встречали можете написать в комментариях сравним просто количество людей которые разбираются в рыбках так же хреновенько как и я и тех кто действительно все это сразу а вот это та там порода и как она это тот тип и так далее или как эта штука называется тоже знаете в общем я хотел бы узнать как много у нас людей разбирается в морской живности муренка по-моему попала ну все у нас три ракушки есть я думаю можно смело плыть оживлять эту местность всю посмотрим как она будет выглядеть когда мы ее все таки оживим на самом деле давайте посмотрим очень бы хотелось чтобы вот это вот вот это место как бы оно не называлось выглядело немножко по-другому каждый раз а так оно по сути одинаковое и наши насколько я понимаю ракушки которые мы находим здесь плавают окей поэтому исследовать его каждый раз неинтересно и это минус мы просто поплываем под следующей дорожке и уже ни к чему не удивляемся заметьте зато как растет это вот наше деревце сверху коралл жизни как то так наверное их можно назвать давайте попробуем отдаем еще частичку себя ага вот эти самые кракены кракатицы спуток и появились ага красиво так друзья обалдеть в принципе каждый раз каждый раз это очень сильно будет хотя я думаю немножко были зелено будет но в пещеры глубина какая-то зелень все засияло приятно таким лунным светом и это красноватые кораллы ну что здесь нам делать нечего мы бы нашли все три ракушки думаю по три должно быть на каждом уровне и плывем дальше у нас осталось впереди если не ошибаюсь два две зоны различных два уровня и потом уже какой-то финал будет не знаю давайте заплывать какое маленькое какое маленькое отверстие вау а это выглядит очень сильно это выглядит очень сильно красиво просто банально красиво ух ты так ну я по-моему нахожу способ поплыть просто банально поверх чтобы не плыть через все это вот через эти препятствия можно просто их поплыть сверху все как они необычно сделали при этом при таком уровне графики графика здесь друзья как мы знаем такая плоская без текстур без текстурной фактически но вот это блин работа художников просто на высоте тут 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 все хорошо проплываем не хочется мне туда плыть на самом деле потому что я не знаю что у нас там может дать если эти штуки мне быть током что может дать мне в гигантской такой же штуке но так ого поехали вот ощущение управления своим писажем конечно обалденные а они здесь делают этих маленьких ботов а ладно скажите ой а как здесь аккуратненько по стенке по стенке хорошо так близко не проплываем прям совсем шаг влево шаг вправо и тебя замкнет так давайте посмотрим что здесь можно просто линия с этими кубами все еще производится автоматически хорошо не понимаю что это для нас пока значит но потихонечку информацию мы постараемся впитывать а вот какой то пульт наверное для нас нам показывает нашего бота нам показывают самые триукольники они все питаются одной той же энергией имеется ввиду то есть и в ага и давайте в момент уже такой шарик должен светиться да и у меня такой шарик светится ясно так ну хорошо если смысл было здесь слышите какая музыка тут это давящая так и даже не музыка а фон скорее захотелось оплыть посмотреть может здесь будут а подождите это не рыбки это механические эти штуки ухты а сдалека были похожи на рыбок просто я не разглядел ну необычненько так пробуем этот механизм хочет заменить органическую жизнь на механическую вот это давит конечно на психику но челленджи если конечно нету это просто ой 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 так друзья что что нам прикажется здесь делать давайте посмотрим все это по кругу я ну плыть конечно стоит сделать плыть просто офигеть криповенько а ну стоп можно спать как можно выше и все и там их ага 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 понятно понятно нас управление снизу спускает так господи страшно то как ну и не знаю не страшно а просто да нет хрен с ним страшно что замкнет и что я начну просто по цепухе падать и меня все начнут замыкать и я откинусь а не хочется пройти хочется пройти с первой попытки эту игру это было на самом деле очень очень необычное ощущение то есть серьезная игра дарит очень необычные ощущения даже ух обязательно советую попробовать это самому каждому кто любит такое вот приключение так заплываю друзья мы к какому-то гиги еще одному треугольнику тут же как бы хранится в центре этого большого треугольника сколько я понимаю и там и есть этот разум опа она решила суициднуть наверное и и меня кстати она тоже замкнула я ежу так неплохо я даже как-то подгорел по моему от этого всего дела если еще да я остался без оболочки теперь я по сути только механизм ну на что нам недвусмысленно намекнули там в цеху сборки хм ладно а акула смысленно столько проплыть то и нет то есть мы себе потихонечку подгораем на дне морском и у нас вроде бы ласты сожглись то есть мы сейчас наверное не можем плавать мы можем плавать все ладно ласты у нас выдвигаются из ног акулу жалко к слову ну ладно вот она можем ли мы ее как-то не знаю оживить что ли я стал со всеми таким няшным кеким был конечно же жалко акула может быть акула акула перестала двигаться акула умерла это для для б акулу зерная смерть хорошо что мы теперь будем делать с этим целом то есть мы явно не доволен потому что нас чуть не спалили у нас и горелась такая оранжевая штучка в груди где раньше она была спереди желтая по моему и хотят в общем помнимителя у нас под одеждой была пойдем дальше друзья пойдем дальше так и тогда у нас ждет еще один храм вперед здесь даже деревья есть внезапно очень-очень симпатично и необычно я вот не ждал здесь я видела деревья мы сейчас что то выйдем на поверхность походим ногами да так и есть ха какие прикольные жабки рыбки хорошо так давайте посмотрим что здесь на стенках есть ли какая-то здесь для нас история ладно просто прижимаем а нам камера не дает поворачиваться и мы видим целый город какой-то с птицами там со всей со всем вытекающим но здесь на стенках ничего собственно для нас нового и нету просто хорошо ну мы прыгаем да ладно о прикольный будет водопад в этом оформлении давайте посмотрим что у нас тут есть оу у 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 а поплываем поплываем все здесь аккуратненько оплываем смотрим что у нас есть и нет никакой мотивации с личными друзья совершенно прожимать вот эти вот коралловые группки на земле чтобы открыть новый вид потому что ну а зачем узнать название еще одно чудо нижней как не влияет на геймплей ни на что просто как-то туда душ забыть а что если мы банально туда залезем можем хорошо так там есть акулка наша здесь мы не можем сплыть насколько я понимаю здесь а здесь так учиться что мы можем уже вылезти из воды да хорошо открываем себе по сути решетку внизу под водой так точно и девичники на стенках и открываем одну из цепей то же самое та же самая история с этими же воротами но с точки зрения логики это понятно отчасти потому что зачем в каком-то определенном мире создавать много разных организмов на открытие там одинаковых ворот по сути но с точки зрения геймплея по-моему все-таки странновато что мы по сути повторяем свои же действия чтобы опять пройти следующие ворота садимся смотрим на окружающий нас прелесть красоту и так далее там мы увидим место для новых рыбок и на этом пока все хорошо поехали сейчас мы сначала стоп следующий цепь здесь серьезно даже без головоломки просто цепь просто нажми ну и там головоломка особенно это не было то есть как бы нужно было вылезти из воды ну хотя бы какой-то действия здесь просто так это не это не то что я перетираюсь как бы друзья просто неожиданно не слегка я как то видимо другого ожидал так геликаприон у нас опять опять какие-то хитрые названия а вот эти вот эти штучки которые офигенно прикольно выглядят эти геликаприоны маленький куст свечимся глазами так здесь определенно где то есть ракушки друзья вот просто сто процентов должны быть ну как по-другому так такое место здоровенное но мы их наверное не найдем потому что это потребует нас здесь заливать очень-очень долго а я излипать не хочу так здесь посмотрим в принципе здесь мы и были здесь мы были поэтому можем плыть смело дальше с ракушками как-нибудь пока вот сейчас в втором там заплыве у меня есть ощущение что перепроходить эту игру я не буду то есть я советовал ее пройти всем кто хочет отдохнуть посмотреть очень красивые картинки послушать классную музыку но если Джордан не затягивает обратно то это нет так это тоже самая новая какая-то красавица здоровенная гигантская архелон называется это ну да это какая-то супер мега большая чаебаха я даже не знаю если сейчас ну видимо есть раз они их назвали так а эта рыбка как называется определенно мы можем ее с ней поплавать потому что она достаточно большая а вот это вот аропайма ну название пошли такие которые мне ничего не говорят которые я никогда не запомню ну потому что они не нужны по сути вот и эта рыбка называется латимерия а латимерию я слышал название странно так ну что ж хорошо с фонтан в воде это друзья круто так не забываем что мы сейчас на самом деле плаваем и здесь вот все равно дается вот фонтан наверное это фонтан энергии а не просто обычного дыма еще как он может длиться а там слишком мелко я думаю нужно вернуться будет нет не можно так здесь картиночка картиночка повторяющейся ничего для нас нового нету хорошо плывем тогда сюда да давайте смотреть хорошо а все нас несет поток опять вылезли нам нужно сейчас нырнуть такого из такой высоты серьезно ну видимо да да ассасин крит прямо напрашивается о пингвинчики эти маленькие которые на стенках висят я думал что это пингвины будут но когда их живу видишь похоже что господи почему пингвины дельфины пингвины господи боже мой вот а сейчас когда я вижу живую и не с ними на стенках они просто синего цвета а декозавр у нас сейчас ладно декозавр то не декозавр там мы были вот мы здесь поднялись и переплывали по сути в ну ладно видимо сделали красоты просто так вот пешечку с большим пешком ого какая хрень фактически это это рыба с лапами почти вот ей тут до выхода на углу на сушу осталось всего ничего декозавр так друзья открываемся еще живность на стенках на стенках изображения динозавров посмотрим внимательно данклеотис здоровенные такие рыбинки очень даже неплохо выглядят по прикольному так да мы видим вот эти вот штуки которые спутал с дельфинами но это явно что не они даже не то чтобы спутал а при нем ихтиозавр ихтиозавр друзья тоже очень знакомое название где-то в какие-то может быть школьные времена что-то такое маячил так мы сейчас здесь зажгем зажгем один из колодцев энергии а он даст поток и он потечет в центральный колодец какой-то да мы должны сейчас быть низко потоков туда видимо сконцентрироваться хорошо окей аналог цепи только в виде энергии там на противоположной стороне еще один есть причем как-то он сильно не скрывается так акула зависит на акулу собака акула странно что не перевели этот кусочек backwatton to meditate ну в принципе здесь мы проплыли если ничего не посмотришь крутить камеру все было смысла нету искать только если ракушку но я пока их здесь не вижу полностью сейчас осмотрим пространство нет ничего здесь нету плывем друзьям к следующему здесь на ускорении будет окей а вон еще один этот я их сильно даже не прячу там просто ставят на самый-самый очевидный мест о живность местная стоп а я его а я включил уже да все все далека не было похоже вот и все но если помните в десерт Помните, в Джорнии нужно было в одном из этапов уворачиваться от такого следящего за нами монстра, потом пробираться, когда ветер сильный дул, ну там много всяких элементов было, которые, по сути, могли у тебя даже отнять плащик, то есть ты их терял в свою пачку, то ты потихонечку развел там и делал истории, и это было, действительно, ты переживал за персонажа. Здесь сейчас персонаж мой, ну я достаточно далек от него, я не понимаю куда, что, почему, я просто плыву вперед, я просто наслаждаюсь видами, но, по-моему, если сравнивать эмоциональное вовлечение, то Джорни меня, конечно же, привлекал гораздо больше, здесь я не испытывал каких-то таких, «О боже мой, бедненький персонажик, чтобы с тобой только ничего не случилось», нет, во-первых, ну, я пока еще не понимаю, кто это и что это. Джорни, наверное, под конец там тоже попытались очень своеобразно объяснить, но тут, да, меня создал этот странный механизм, я надеюсь, что под конец надо понять хотя бы как-нибудь, что это за механизм и чего он добивается. собирается ли он заменить биологическую жизнь механической, тогда почему создан я и почему я добрый. Опа. Так, друзья, смотрим на надписи на стенах, вроде бы ничего не нам не обещают такого необычного. Давайте покутимся с камерой аккуратненько. Акула здесь явно ценят и любят, она здесь в почете, потому что я кучу-кучу-кучу акул. Ага, так, такая гигантская ракушка, люди заливающие в энергию, мы знаем, что это такое за символ. Вау. Ну да, выглядит, конечно, здорово, но все, посмотрели, прикольно, плывем, а я... А, все, хорошо. Мне не дают нырнуть, мне не дают вообще ничего делать, мне нужно просто плыть. О, я отодвигаю листики на воде. Повшеньки плавают. И открываем следующий себе этап. Ээээ... Летающие. Всякие птички есть. А где явится красота? Ух ты ж, какая красота, друзья, давайте-ка мы это все аккуратненько. Осмотрим. Ну что ж, топаем дальше. Красные вазы, ядерно-красные. Обычно таким цветом помечают взрывные бочки всякие в играх. Здесь просто выбивающиеся из окружения просто ядерные красные вазы, что хочешь таки понимать. Опять статуи гигантские. Красиво, конечно, но... Кто это построил? Люди... Явно же не машины это построили. Машина здесь своя. Та раса, которая жила здесь до этого, вот она это все и построила. Ту, который изображает на стенках. Потом затопило все, либо оно изначально было таким, и оно... Так, поток. Пошел поток, друзья. Проектировалась для... С учетом воды так. Мы здесь собираем обувь пока. Оживляем посихонечку, чтобы они не стояли на месте. Вот в очень бурном потоке они стоят на месте. Ну да ладно. Так, здесь можно пропустить будет, наверное, какую-то ракушку. Можно куда-нибудь с этим быть. Выпошлась, мы уже пропустили. Плыве вот так, в потоке. Все, у нас выносит. Поток сканчивается, да? Нет. Поток не заканчивается. Окей. Окей. Кнопку скорения можно не прошимать. Я, допустим, здесь по привычке зажал и... Смотрите, просто ничего. Вот он. Нет, это обычная рюшка. Таких поедать нельзя. Какая... Красота! Я немножко себя потерял, друзья. Так много всего, и я так внимательно смотрю на окружающую среду, чтобы не пропустить ничего, что потерял себя. Ух ты! Нас вынесло во всю идею красивый зал с облогенным куполом. Вау! Давайте-ка сплавим туда вот. Кучу-кучу-кучу-кучу рыбок. Очень хочется. Обалдеть! Так. Сейчас вынесли на мельте шепот глазами. Ну, если камеру поворачивать вместе с рыбками, то это выглядит очень круто, конечно. И за ней охотаться. Блин, слушайте, здорово как. Так, все, тут тоже начало мыслишить. Ну что ж, друзья, нам сейчас куда вообще нужно-то? Я так понимаю, внизу у нас должна открыть... А, вижу две цепи. Две цепи и вон штуки, которые их держат. Давайте прожимать тогда. Хорошо. Угу. И одна противоположная страда. Прожимаем. О, секундочку, даже одна фпс-ка просила. Круто. Эти штуки подпрыгивают и ныряют. Зачем? Непонятно, но... У нас там водоворот чистой энергии. У нас там водоворот чистой энергии. Угу. Угу. какая манящая вода была только что такая яркая энергетическая вода ну что он куда нас эта штука сейчас вынесет тут может что угодно сам ряд так ладно место поменялось какие хотел что мы сейчас делаем умершая акула ясно по сути включили сзади четыре мира видите там плаваются наши скаты самые первые последние наши спуты о и мы сейчас покрываемся а то есть мы восстановили себя по сути сейчас окей ясно и мы можем плыть теперь в эту самую даже не знаю как назвать краснющий водоворот который нас преследовал с самого начала показали что самым первых секундах вахахаха это очень круто выглядит на самом деле круто и обалдеть просто вау нам вручили супер быстрый костюм обалдеть плавать на нем одно удовольствие конечно вот бы изначально такой но такой мы должны получить если соберем все а я я могу их разносить с собой то есть я настолько круто теперь стал что я без проблем разбиваю эти здорово здорово но они покрываются водорослями жизнью то есть мы просто сейчас способны уничтожать эти все круто если собрать все ракушки то мы получаем наверно такой же костюмчик как раз ну или что-то похожее быстро джорни была та же самая механика на самом деле вау так за нами плывет куча 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 рыбак красивых классных рыбок так нас нас выталкивать оттуда нам нужно вверх плыть вот туда здорово друзья игра супер просто преобразилась своей яркостью после тех мрачных отрезков где было очень очень все депрессивно здесь сейчас такая просто позитивчик ну опять делаем то же самое по сути интересно мы можем здесь просто проплыть не уничтожая их промазать по кругу пока не уничтожим ладно опять поднимаем уровень воды открываем все пути дальше интересно деревьям нормальны по поводу того что их супер цветовские рыбки появились еще более ядерно яркие потому что мы можем и так плывем быстро мы можем еще ускоряться еще сильнее ну и следующий у нас тоже на очереди 2 опасные мы их дическое оккуму все стало супер мега живем ярким и мы выбываем какую-то светящуюся круглым цветом, пещерку. Здесь нет никаких ракушек, там, я не знаю, чего-нибудь нет. Ну, видимо, нет, ладно. Пейзажи меняются слегка. Опять попадаем в бурный поток. И снова какие-то штуки уплыли. Ну, ладно. Так, как убить вот ту, которая на поверхности, вопрос. Спрыгнуть мне как-то нужно будет или что-то. Ну, ладно, сейчас разберемся, я думаю. Пам. Хорошо. И последний, останемся над водой. Ага. Понятно. Примерно на то я и рассчитывал достижение нарушения. Сейчас как-то это сделать. Давай, ныряй уже. Очень отзывчивое управление, но вот сейчас я не очень понимаю, как нужно выплыть так, чтобы сто процентов попасть в эту штуку. Вот так. Как-то так, наверное. Как-то так, 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 так. О, попал. Все. Хорошо, друзья. Такое чувство, что мы переносим из нашего духовного мира, где мы вот энергии всяких разбавляли там осьминожек и прочего, все это в настоящий мир. То есть мы сейчас четыре себе точки открываем и появляются те же самые кораллы, которые мы видели там. Сейчас появились спруты. Ох, ё. Опа. И мы прибываем к главному треугольнику механическому этому. На поверхности была обалденная красота. Давайте всплывем, друзья, посмотрим. Вау. Плавый. Ух ты. Обалдеть. Просто. Это невероятно выглядит красным. Кит-кит-кит-кит-кит, выплыл и... Оооо. А сзади вон то место, куда мы приплыли, как вспомнил. Специально для вас, друзья, медленно прокручиваю камерой, дабы вы могли насладиться офигенной картинкой, и владением кита. Ох, хе-хе, супер просто будет. Ну что ж, плывем, плывем, плывем. Хватит, хватит любоваться. Нужно спасать этот мир. Я думаю, сейчас с нашими новыми силами мы без проблем разберемся. А, балдеть, где их... Офигенные прыжки у китов здесь. Идем на таран. А, тут у меня здесь нет таран, здесь есть дорожка. А рыбы за нами не поплывут? Наверное же поплывут. А. Да. Только теперь-то я без проблем могу это все разносить. Специально ускоряется все. Мы снова упали к этой штуке, но сейчас совершенно другая история, друзья. Мы ее просто растворили в энергии? Обалдеть. Вот это конец, конечно, был здоровским. То есть, я думаю, что это уже будет конец игры. Наверное. Он должен им быть. Это что-то вещееся должно покрыться. Да. Да, друзья. Да. Благодаря нашей помощи природа все-таки победила. И свет должен погаснуть. Да, свет гаснет в этой штуке. Теперь ты всего лишь... Большой такой плавающий замшелый кусок металла. Не замшелый, а за... Ну да, заросший травой морской, кораллами и прочим. Красиво, друзья, здесь. Абзом. Игра закончена. Открытое достижение отражения называется. Все. Акула ожила. Это, по-стате, хэппи-энд. Мы вытащили все из... Духовного энергетического мира в наш реальный. На самом деле... Это ракушка, или мне кажется? На самом деле, что из себя представляет вот эти вот... А где я? Я уплыл? Я уже не управляю ничем. Я уплыл. Ха. Сабы пошли. Не сабы, а титры. Ладно. На самом деле, как появились эти штуки, что они себе представляют и какая была цель, я пока не понял, друзья. Вот сейчас, войдя игру, не знаю, что по этому поводу думать. Только теорики-то строятся, но очевидно, из того, что нам показали, что эта машина хотела заменить всю жизнь в море на... Вон я, кстати, я есть. На механическую, и мы просто пытались этого не допустить. Почему мы пытались этого не допустить, я не знаю, на самом деле. То есть, просто смели с этим, как говорится. Это акула, которую мы видели с самого начала игры. Пусть с ней можем поплавать. Вот, связь. У нас остается еще одно достижение, если вы захотите, не забудьте в конце игры поплавать с этой штукой. К сожалению, название акулы было закрыто вот этим вот... ...всплывающим окушком достижения. Я не успел меня там прочитать, что оно значило. Ну, что я могу сказать по поводу игры-то, после всего... Здорово. Стоит ли она своих 10 баксов в стиме? То есть, у нас в Беларуси ценные баксы в стиме, к сожалению. То есть, в России, может, дешевле будет стоить. Да, стоит. То есть, с учетом того, что я прошел ее, пройдет ее Кейт. Это тоже получит мост удовольствия, и она своих денег стоит. В принципе, проходите во второй раз, у меня в желании сейчас никакого нет, потому что в ней нету ни челленджа, ни загадок. Вообще просто. Кроме плавания с точки А в точку Б, и медитирования на рыбок, ты ничего не делаешь. Джорни в этом плане было круче, и я надеюсь, друзья, что у меня получится как-то не сесть, и протема полностью в одну серию Джорни. Лично я думаю, что я получу гораздо больше удовольствия, и эмоций хотя бы проходить ее, чтобы по какому-то разуму, по кругу. Вот. Ну, а на этом все. Вот так мы закончили прохождение этой медитативной замечательной игры от студии 505MD. Если вам понравилась эта игра, друзья, ставьте лайки, не забудьте подписываться на канал, и делитесь своими впечатлениями и, главное, мнением о том, что за фигня могла быть с этими механическими треугольниками, откуда они взялись и так далее. Кто как понял эту игру, пишите, делитесь своим мнением с другими зрителями. На этом я с вами прощаюсь, друзья, еще услышимся. Всем пока.